Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. У нас с вами разбор полётов. Прочитала, ребят, я ваши комментарии по поводу школы, по поводу выпускного. И я вижу, что практически все, даже не практически, а все пишут о том, что выпускные в России никто не отменял. Но почему-то в городе Ревда, в школе, где учится Абдугани, выпускной отменили именно в его классе. Хотя в группе ВКонтакте, где публикуются все новости, ничего об этом нет. И хотела бы сказать, ребят, что это очередная брехня Уралочки. Ну и хотела поделиться с вами письмом от своей подписчицы. Имя я называть не буду, но я думаю, что как раз-таки, возможно, это и есть причина, почему сказали, что для Абдугани выпускного не будет. Ну, либо они сами решили не вести его на выпускной. Послушайте, что написала мне моя подписчица, моя зрительница. Оля, здравствуйте. Пришел ответ из Управления образования Ревды. Написали, что система оценивания знаний разрабатывается самими школами в соответствии с федеральными стандартами, и что мое обращение передали в руководство школы. Вот, вероятно, после этого Сафару и было сказано, что у его сына не будет выпускного. Посмотрим, какие они передоставят отметки этого отличника. Возможно, что я еще напишу уполномоченному по правам ребенка в Екатеринбург. Напишу свои предположения об Абдугани и отношения к нему Сафара. Ведь видно же, что боится Абдугани своего отца. Да и отношение Ольги к подростку не очень правильное. Видно же, что она прям слюнями исходит, когда говорит, как Абдугани ее обнимает и прижимает. Прям какое-то бешенство. Ну, дальше не буду зачитывать. Оля, и что я заметила? На любой ваш обзор она высказывается. Даже на то, что она ходила голая и пьяная по подъезду, стучала во все двери, она не промолчала. Сказала, что это не она, а какая-то соседка. Да, действительно, я эту тему как раз-таки двигала и говорила о том, что писали в комментариях, что она пьяная, шлялась по подъезду. И она об этом сказала. Сказала, что там другая была, которая шлялась по подъезду. А дальше, слушайте. Вот по поводу того, что она с детства шлялась по мужикам и в 14 лет родила, и после этого ей перевязали трубы, молчок, тут сказать нечего. Помните, ребят, я на эту тему говорила по поводу того, что Уралка якобы путалась по мужикам, и то, что это было написано мне, опять же, в письме. Помните, я рассказывала в своем обзоре, я тогда еще говорила, что вот я не удостоверена в этой информации, я не видела, я не знаю, но делюсь тем, что мне прислали. Помните? И, кстати, смотрите, ведь на этот счет по поводу того, что ей трубы перевязали, она ничего не ответила. А ведь смотрит все мои обзоры, все везде высматривает. Удивительно, правда? Как это она проигнорировала мой обзор по этому письму? Как это Уралочка промолчала? Обычно же постоянно, если я что-нибудь говорю, тут же ответочка, а нам там пишут, а нам там говорят, и начинает. А здесь что-то тишина. Уралочка, ну ты нам ответь, что ли, или подтверди эту информацию, или опровергни. Ты же все смотришь и все читаешь. Ну, и мы от этой темы отойдем немножко. Мы же на эту тему с вами все равно рассуждали, да? Может быть, это и неправда совершенно. Может быть, это и так какие-то, да, сочинения. Но все же интересно мне, почему же она на это не отреагировала. Возвращаемся мы к школе. Возможно, из-за того, что поступила жалоба от человека, да, от моей подписчицы, моей зрительницы, именно в школу, чтобы провели проверку. Хотя, помните, Уралка рассказывала, откуда к ним только не приходили, да? Но я думаю, это она говорила специально. Специально она об этом говорила, чтобы затеять тот разговор, что на нее тогда пожаловались в антимонопольную службу. Помните? И, значит, я думаю, что как раз-таки после жалобы, возможно, Сарафана и вызывали куда-то в школу, может быть, да, чтобы он дал объяснение. Но, извините, жалоба поступила от гражданки России. Это не то, что, знаете, что я там написала, мне ни ответа, ни привета. Ну, кстати, вместо меня сейчас этим вопросом занимаются другие люди. Раз уж мне, гражданке Белоруссии, не соизволили ответить даже из прокуратуры ни положительно, ни отрицательно, никак, ну, значит, будут заниматься другие. По поводу жалобы в школу, я думаю, как раз-таки им и дали отворот-поворот. Ну, или сам Сарафан после того, как его вызывали в школу, решил, что его сын не пойдет на выпускной. И вы же слышали, как Сарафан сказал, что деньги на подарок сдавали. Это, видимо, его очень уж сильно напрягло, что деньги на подарок учителю сдавали. Не то, что якобы ребенок лишится там квеста. У меня в комментариях писали, что будет линейка у детей, потом квест. А здесь, получается, ребенок не пойдет на квест. Ну, мы будем, ребят, следить за информацией в группе ВКонтакте. И я потом вам сообщу обязательно. Не буду я называть школу, в которой учится Абдугани, потому что все же, как ни крути, это ребенок и люди разные бывают. Я не имею права озвучивать, хотя Сарафан и сам показывал в своих видеороликах, где учится его сын. И я думаю, что кто живет в Ревде, те сами прекрасно знают, где он учится. И зря он это сделал, зря они показали. Вообще мозгов нет. А потом будут списывать на меня, что я приехала там и что-то им наделала. Как всегда, есть на кого спихнуть. Либо на вишенку, либо на малинку. На вишенку, которая живет в Беларуси. Ну, и на малинку, которая тоже, поди, наверное, там самолетом прилетела в Ревду для того, чтобы сходить в школу к Абдугани. Ну, в общем, я, собственно, ничему не удивляюсь. В этой семейке постоянно кто-то виноват. Но только не сами блохеры, да. Так что, ребят, я думаю, что как раз-таки причина того, что у Абдугани не будет выпускного, это жалоба на блогеров в школу. И, возможно, возможно, не исключено, что и педагоги, и отдел образования изучили канал, посмотрели отношения к ребенку, посмотрели, что его постоянно заставляют сидеть с ними. И, может, по той причине они Абдугани стали уже выгонять. То есть не выгонять, а выставлять в другую комнату есть. Это тоже, ребят, негодяще, чтобы в резиновой однушке, не пойми, за каким столиком сидел ребенок, ел, пока мамашка с папашкой снимают мукбанги. Разве это нормальное явление? Это вообще, как для меня, это жесть пацану давать есть в комнате, да, и самим сидеть сниматься в видосах, да, чтобы его якобы не показывать. В общем, мои дорогие, я думаю, что выпускной у Абдугани будет, но только Абдугани туда не пойдет. И я думаю, что все это брехня, то, что нам наплели. Единственное, о чем печалился сарафан, это деньги, которые сдали они учителю на подарок. И назад уже эти деньги не вернешь. Да. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.